Всем привет, принесли в ремонт такую вот бяку, это планшет Lenovo, модель не помню, вот с такой вот неисправностью, то есть отломили разъем, ну что печально, отломили вместе с куском платы, вот, если внимательно посмотреть, у нас имеется такой нюанс, если мы вот так присоединим, немного увеличим, у нас имеется плюс, крайняя ножка, вот эта ножка у нас минус на корпус, то есть тут при соединении как бы теоретически проблем нет, технически непонятно просто как крепить разъем так, чтобы он потом не отвалился, если он отвалился в нормальном состоянии, то крепить его, конечно, будет гораздо сложнее, значит, есть у нас ножка какая-то, которая какой-нибудь детект, это быстрее всего, вот, и есть две ноги, даты, две даты ноги, вот, которые уходят в межслой, вы можете видеть, что здесь у нас есть контакты, которые уходят в межслой, то есть по верху они никуда не уходят, дорожек от них не видно, куда они идут, если мы перевернем плату, то тут мы можем увидеть четыре контактные площадки, вот, и быстрее всего я думаю, что это те площадки, которые идут напрямую на разъем, вот, данная площадка, так как соединяется с конденсатором, это быстрее всего плюс 5 вольт, вот эта пара быстрее всего дата-линия, а вот эта вот площадка детекта, наверное, для того, чтобы определить детект, у нас здесь имеется вот эта вот дорожечка, вот, ее, наверное, сейчас зачистим немного, и прозвоним на контактную площадку, так, я отточил небольшой участок дорожки, теперь можно встать одним кольцом мультиметра сюда, выставить мультиметр в режим прозвонки, а вторую ногу поставить на одну из площадок, и, соответственно, там, где мультиметр зазвенит, значит, это и будет та площадка, которая соединена с этой дорожкой, крайне неудобно, решил подпаять проводок, так как дорожка очень маленькая, тоненькая, будем использовать вот одну жилку от провода МГТФ, и так, наш провод припаян, и теперь у меня имеется его второй конец, его мы подсоединяем к одному концу щупа, а вторым проходим по площадкам, ну, вот я как и говорил, что быстрее всего, это он и есть, значит, тут же площадка, эта площадка является выводом ID, идентификатор, соответственно, это у нас будет плюс, а вот это дата, дата линии нашего USB-разъема, соответственно, если ставить такую задачу, как только заряд устройства, то быстрее всего хватит вывода вот этих двух площадок, то есть можно сделать какой-то внешний разъем, то есть сюда подпаять проводки, и вывести на внешний разъем или на текущий разъем, на родной, если его закрепить, если необходимо определение компьютером передачи данных, то, соответственно, также надо делать площадки дата, соединять с контактными выводами разъема, и идентификатор не всегда используется, возможно, иногда бывает надо, возможно, что нет, но желательно тоже делать. Ну что ж, попробуем посадить на суперклее эту часть разъема вместе с отломанной платой, прокинуть все оборванные дорожки, вот, а далее уже в корпусе, мы посмотрим, что получится. Обезжирим места проклеивания бензином. Нанесем супермомент. Так как прижим недостаточно плотный, придется немного подождать, пока засохнет клей. Итак, сейчас наша задача. Наверное, сделаем вот здесь, зачистим. Вот здесь зачистим. И припоем, соединим корпус разъема с корпусом платы. Так, после того, как я отшкарябал немножко, получилась у нас такая фигня. Вот, сейчас мы немного прихватим припоем. Для того, чтобы покрепче соединить, разломанные концы нашей платы, можно использовать такую небольшую арматурку. То есть, берем оплёточку, вот так ее ворошим. Вот, и вместе с припоем, припоем вот на это место. То есть, она будет играть роль такой стяжечки. Вот, и вместе с нами. Итак, с верхней части разъема мы прихватили разъем с куском платы на отломанную плату вот такими плюшечками с корпусом разъема питания на очищенные площадочки. Теперь нам осталось кинуть дорожки. Дорожки также кидать будем МГТФом. Ну, точнее, от него жилами. То есть, вот мы припаялись к ножке разъема. И вторую ножку кидаем на плюс на нашей контактной площадке. После этого остаточки обрезаем. Далее, кинем минус. Далее, кинем минус. Поехали. Далее, кинем минус. Минус. Далее, кинем минус. кинем проводники на дата линию кинем проводники на дата линию кинем проводники на дата линию и теперь мы переведем их на другую сторону платы и там запаяем контактные площадки тут зальем китайской зеленкой такая штука типа лака сохнет под ультрафиолетом вот собственно наша китайская зеленка для сушки я использую такую бабскую хрень для ногтей 3 свет диода ну и собственно мы устанавливаем так чтобы свет диода впадал на нашу зеленку и вставляем на некоторое время до тех пор пока зеленка не высохнет с этой стороны у нас получился перехлест то есть проводники должны ложиться вот дальние сюда средний сюда блин вот ближний вот сюда то есть все наперехлёст надо было немножко по другому делать но фиг с ним одним глазом микроскоп нифига не видно то есть сначала подпаиваем а потом выпрямляем дорожку так как нам необходимо нам нужно чтобы на нас ничего не задело чтобы было место для другого проводника и у нас остался третий проводник но она все равно у нас получается вот через одну из жил так что мы сначала здесь положим лак для того чтобы они не соприкасались вот и потом припаяем третий проводник итак после установки платы на штатное место и подключения USB разъема мы можем видеть прекрасное потребление то есть наш аккумулятор разряжается и с цепью заряда у нас все замечательно к сожалению при попытке запуска вредный планшет не захотел запускаться и прикинул с кирпичом в связи с чем попробуем его прошить запустим прошивальщик выберем скатерть файл подключим планшет к компьютеру процесс прошивки завершен можно отключить планшет и проверить заведется ли или нет попробуем включить как мы видим старт есть 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 у Продолжение следует...